Всем доброе утро! Вот только проснулась, шагаю в центр для того, чтобы снять для своих любимых зрителей каплицу Баимов. И я по дороге вижу, какой красивый дом сейчас покажу. Это на улице Дорошенко. Мне очень понравился, поэтому решила заснять. Смотрите, какие красивые окна со скульптурами наверху на четвертом этаже. Прямо произведение искусства. Это Дорошенко, 19. Что это за дом, я не знаю, но скульптуры такие красивые. Музы. Вот все женщины. Сейчас находимся возле университета имени Ивана Франко. Это старейший университет Восточной Европы и старейший университет Украины. Это национальное наследие. Архитектурная памятка основана в 1661 году. Раньше носил название имени Яна Казимира в 1800 каких-то там годах. Вот смотрите, какое красивое. Архитектура здания. Скульптурами. Со скульптурами. Львовский герб. И девиз. Вот такое красивое здание университета. А напротив находится памятник Ивану Франку. Украинскому известному поэту, писателю, философу. Философу. Даже если посмотреть, внутри там вот такая лепнина. Красиво. Очень красиво. Университет внутри. В прихожей. с картинами, красивыми люстрами и парадный пол. Сейчас вступительные экзамены, абитуриенты бегают. И красивый прозрачный потолок, витражи Ивана Франко. Старейший университет со своими традициями и такие фонари, прям как в оперном театре. Против университета сбоку на улице Листопадового Чену находится Дом ученых. Такое красивое, очень красивое здание. Это архитектура венского архитектора на заказ львовских руководителей конных заводов. И здесь до первой мировой войны находилось казино. А после этого, уже с 1948 года, здесь Дом ученых. Красивое, очень такое архитектурное здание, оно очень красиво и внутри. И если там открыто, мы сейчас зайдем, какие скульптуры. Если пойти улицы и прямо-прямо, мы выйдем примерно возле оперного театра. Справа находится университет, здесь такие красивые аполлоны, это в два раза они выше человеческого роста. В этом здании проходят балы и всякие торжественные мероприятия. Памятка архитектуры Листопадового Чену 6. Зайдем внутрь. О, сегодня дом закрыт. Фотосессия 45 минут, огляд 20 минут, стоимость 30-15, фотосессия 500 гривен. Зайдем хотя бы в дворик. На стенах светильники красивые. Это двор. Брусчаткой. Здесь, я так понимаю, заезжали брычки с коней. Походили балы. Здесь закрыто. Но можно посмотреть красивую деревянную лестницу. походили балы и сейчас готовится какое-то мероприятие. Я тихонько зашла, пока никто меня не выгнал. Зеркала. Красивый потолок. Вот так. Здесь ресторан еще находится. Вот и славные деревянные ступеньки, которые считаются симметральными. Это все критва по дереву. И красивые деревянные ступеньки. Красивый зал с зеркалами. Тихонько зашли, тихонько выйдем. Красивые базы. Горик дома ученых. Здесь администрация дома ученых. Это все большие здания. Как понимаю, здесь были комнаты, отели. Все. Хотя для туристов закрыто, но мы все увидели. Все, что не запрещено, можно, если очень сильно захотеть. Было бы желание. Снимаясь по улице имени Соломии Крушельницкой. Роман Лобкиевский, поэст, жил в этом доме с 1978 по 2015 год. Дом Соломии Крушельницкой. С 1903 по 1952 год проживала украинская выдатная спивачка Соломия Крушельницкая. Она приехала из Италии в Украину перед началом Великой Отечественной войны и назад ее уже не выпустили. Музей начинается с памятника. Работает с 10 до 17.30. Музей Соломии Крушельницкой организовала Одарка Бандривская. Это племянница Соломии Крушельницкой. У нее было 4 брата и 2 сестры. Она из богатодетной семьи. Музей занимает только второй этаж. Но весь этот дом принадлежал Соломии Крушельницкой. В то время советские власти забрали у нее этот дом и она доживала на втором этаже. Там было у нее три комнаты и спальня, гостиная и маленькая кухонька. Наверху живут люди, это квартиры. Там три квартиры. Отдать это музею они не хотят. Надо, чтобы им купили квартиры в центре города, как они желают. Внутри видеосъемка запрещена. Поэтому внутри я не побывала. То есть я побывала, но заснять для вас не смогла. Там все вещи старинные, все элементы декора, фортепиано, посуда. Все принадлежности Соломии Крушельницкой с ее афишами, с ее портретами. А если посмотреть на реальные фотографии, то такая достаточно кремезная женщина, такая мощная, высокая, такая, я бы даже сказала, с мужскими чертами лица, крепкая, волевая. Вот такая наша украинская певица львовская, мирового значения. Еще раз показываю я каплицу Боима. Вот здесь святый Петр, а там святой Павлов Павел. Это усыпальница. Это мы находимся внутри каплицы Боимов, которую я уже показывала в начале наших экскурсий. Изначально каплица была предназначена как усыпальня, и только потом, кто был здесь захоронен, они перехоронены в Наличаковское кладбище. Она построена за счет богатого купца Георгия Боима. Считается, что ее архитектором был Андрей Берем, за проектом которого еще построены старая ратуша. Бернардинский костел. Оформляли эту каплицу, вот эти все, что наверху украшения. Шольц и Фистер. Вот какая внутри красота. Она маленькая. Вот такая. Выход. Зрители просили меня показать ее внутри. Вот. Показываю. Очень и очень красиво. Красота. Вот такая каплица по заказу Боима. Богатого львовского купца. На этой эпитафии изображен сам Боим. Вот это он и его жена. Остальное их наследники. Короче. Там наверху. И всех благословляет Иисус Христос. Вот он. В самом верху. А это были усыпальницы и вход усыпальницы. И когда их отсюда уже перезахоронили на Лычаковское кладбище, входы замуровали. Это вход в само захоронение и усыпальнице. И вот там. Постройка 1609-1615 годов. Это все сохранилось с тех времен. В том виде, в котором было. Наверное, реставрованно. А это, как я теперь поняла, это лавы. Лавки для молитв. Вот там лавочка садится и молится за души усопших. С той стороны такая же. Красивые подсвечники со львами. Такая красота делалась в начале 17-го столетия. Кто красиво жил при жизни, ни в чем себе не отказывал даже после смерти. С этой центральной стороны тоже два портрета. Самого Баима и его жены. Вот такая красивая архитектура. Начало 17-го столетия. Это римокатолический костюм. Латинская кафедра. Там мы уже были. 5000 Могур, многим. Могур, многим. Это был наunya App, он был в технологии,